Новое жилье в поселке Оптар. Об этом говорили на заседании Городской Думы. Депутаты рассмотрели проекты с рядом изменением в положении регионального законодательства. Поправки коснулись порядка предоставления жилых помещений в маневренном жилфонде областного центра. По словам председателя Магаданской Городской Думы Сергея Смирнова, на предоставление квадратных метров может рассчитывать категория граждан, чьи дома признаны аварийными и подлежат сносу. По его словам, многим квартиры нужны не в самом городе, а за его пределами. Недавно у нас была встреча в поселке Оптар. Около ста семей там претендует на расселение. Дома признаны аварийными. И это довольно серьезная проблема, о которой жители говорят, но которая, к сожалению, очень медленно двигается. Чем располагает жилищный фонд муниципального образования? Это на сегодняшний день порядка 30 квартир. Есть еще часть квартир, которые требуют ремонта, приведения в надлежащее состояние. Этим муниципалитет занимается. Но без каких-то глобальных вещей, без финансового влияния, конечно, эту тему не сдвинуть. Было у нас обращение от комиссии несколько недель назад в адрес правительства Магаданской области о необходимости более внимательно посмотреть на эту проблему, в частности, проблему поселка Оптар в части строительства нового жилья именно в этом поселке. Также Сергей Смирнов отметил, что встреча с жителями поселка Оптар показала их положительное отношение к своему месту жительства. Местный климат и текущие места работы жители поселка вполне удовлетворяют. Если нуждающиеся 100 семей переселить в Магадан, Оптар может со временем распадся, а люди встретятся с новой сложностью поиском вакантных мест.